Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем играть в Sims 4. Может нарисовать наконец-то Якито, который играет в пони-ферму. Можно попробовать. Как насчет детской пати? Увы, у меня нет игрового... Не игрового, а... Это был вообще каталог с детской одеждой, и вот там можно делать детские вечеринки. У меня его, увы, нету, поэтому у меня этого опции недоступно. Поездить картины, порисовать, вдруг попадется что-то интересное в разных городах, или снежные шары поискать, давно их не было. Вечеринка на 8 марта. Да, с ними кошкам... Кстати, да, сейчас посмотрю, если еще не сняли. Так, котик Маша пишет, что очень сильно стримлагает. Ну, ребят, как я уже говорила, я сделала все, что я могла сделать в этой ситуации, поэтому, увы, я еще не знаю, что мне еще сделать, потому что все, что можно понизить, я понизила. Снять защитный воротник. Давайте снимем. Так, у тебя до работы... Сколько там часов? Четыре часа? Ну, пускай еще поспит чуть-чуть. Коко просто... У нас она не особо спать хотела. Изначально. Где ты там идешь? Идут таки. В розовом. В полосатых купальниках. Ну, в общем, кот сам сорвал эту штуку. Сейчас вот мы на окошке посмотрим, как это снимается. Вот так это берется и снимается. И все, в одно движение. Ну, я предлагаю тоже пока позавтракать. Сейчас Шерри возьмет первое. Да, они начинают... Теперь у тебя что-то грустная такая. Еда есть, туалет есть. Гладить тебя надо больше. Но она есть хотела, явно. А где ты мусор выкинула? Нигде? Ну, вот сейчас у нас там будет мусор, я чувствую. Не шатай. Не шатай, говорю. Но я не побегу наверх. О, Эдель. Да, большое спасибо. По-моему, это первый за сегодня донат. Большое спасибо за поддержку. И сидят. И тишина. Ну, спроси у нее, что там. Спроси про школу. Че как? А сидя, нет? Надо вставать обязательно. Школа это такое дело, которое надо стоя спрашивать. Ты бабочку свою взяла или у Якито отстрельнула? Год идти его сапку и в отпуск? Ну, я даже не знаю. В отпуск, наверное, мы съездим. Но когда будет повеснее, более. Нормально. Ты ушла. Потому что сейчас зима. И я даже неверна, что там происходит с локациями этой зимой. Поэтому мы лучше съездим, когда я уберу зимний мод. И будет все нормально. Ну, хотя в туалет-то сходила одна душ. Но в туалет-то можно сбегать? А, класс. Отчитать за перевернутый мусорный бак. Все выкинуть. Отчитай его. А то он такой безнаказанный сидит. Да, Якито надо тренировать, потому что у него тут только горшок максимальный. Мышление, карточки можно позаниматься. Да, наверное, давайте с карточками позанимаемся, потому что... С карточками он сам не позанимается. Шерри отправляется в школу. Вот, кстати, можно ей в школе дать знакомиться. Может, она с кем-то там познакомится еще. Хотя у нас уже прям знакомых. Он тоже идет есть. Вагон и маленькая тележка. Ты хочешь в туалет, но ты решил сначала пойти поесть? Похвально, конечно, но я думаю, что все-таки сначала в туалет приоритетней. Флиртовать с Виктором? Что за Виктор? И почему ты хочешь с ним флиртовать? Ты кого гладишь? Что это за Виктор? А, Виктор, который тут местный. И почему он хочет флиртовать с ним? Вы не знаете? Это подозрительно. А с кукой он хочет быть просто дружелюдным. Молодец. Все правильно сделал, как называется. А, так. Говорят, в городе и цирк нет. Вон, в цирк мы уже ходили. Ничего интересного там не показывают. К сожалению. Давайте кукол поиграть, пока... Говорят, вы и рёта. Теперь друзья, он мне нравится. Откуда ворёт, узнаете? Я боюсь просить. Невероятный спорт. Поиграй. Он встал уже, да? Куда ты ползёшь, мелкий? Мелкий ползёт. Смотреть. Он хочет опять есть. Чтобы вы понимали. Еду, пожалуйста. Всё, он такой, мама, мама, дай поесть. Мужики, они странные, это точно. Как здоровье? Ну, так. Средне, статистически. А вы ходили на Мэри Лзеток? Нет, не ходили мы потом, наверное. Её, может быть, посмотрим дома. Сразу после тайны ку-ку, да. В цирке не смеётся. Да, там ничего интересного. Были бы, кроме горшка, ещё навыки гурмана из Ассони. Да, это было про него. О! Шалость удалась. После того, как Шерри швыряет первый помидор в школьную столовую, накрывает ураган еды. Это был самый весёлый и самый беспорядочный день в истории школы. Шерри становится весьма популярным как участник этой грандиознейшей битвы едой. Вот, у нас она становится уверенная и за шалостью в школе. Вот так вот. Представляете, какая? Поговорить о принцессах и наблюдать за Акировой хочет. А ещё он хочет смотреть телевизор. Детский канал, небось? Ой, хочет. Вот, хотя сейчас счёты посмотрим, сколько вы там доставили. 7500. Я говорю, что это фиксированная сумма, она вообще не зависит от того. Добрый вечерочек, 2.3. Как твоё дело у тебя и у Крисы? Большое спасибо, Свити Спирит, за поддержку. Тебе тоже доброго вечера. Ну так, дела, нормально, жилы. Ждём 8 марта. С ужасанием. Тренирование отличников. А, кексик-бон-бон скоро движу, я, наверное, надеюсь на это. Осталось только собрать, всё детальки додела. Шерри теперь отличник. И наверняка у неё на спине уже написано «Пни меня». Подождите-ка, и правда. Стоит ли ей рассказать об этом преподавателе или самой найти проказника? Самой, конечно. Мы же, как это, суровые девчины. Шерри и Пирс познакомились в школе. Так, голубцы никогда не замечают за собой следы. Заметив следы красного маркера на руках проказника, Шерри отдирает бумажку и похвапывает по спине хулигана, передавая ему надпись и мучения. Вот так вот. Короче, что за перс? Матвей Тарасов. Это какой-то новый сгенерировался, я не помню такого Матвея Тарасова. Ты доел? Иди оплати. А что там ещё? Взять почту можно? Что? Занят? Ну вот, всё, он ушёл. 7500, обалдывает, представляете? Я надеюсь, Акира столько будет зарабатывать. Не, мы всегда можем продать картины, конечно, но... Что? Всё? Почты уже нет? Да, действительно, почты уже нет. Уже всё собрали. Так, до работы 3 минуты. Отлично, всё. У, уходи. О, тут совсем всё снизилось. Короче, надо срочно дописывать новые приложения. О, ты сам себе еду взял? Ты всё-таки так умеешь? Котэ спит. Всё, Ку-Ку, поиграла. А, иди в туалет сойти, и потом будешь учить ребёнка, а то он у тебя вообще не обученный. Просто вообще не обученный. Тебе бы тоже на горшок сбегать. Шерри и Раиса познакомились в школе. У Шерри прям полшколы знакомых. Такое впечатление, что... Он уже быстро бегает. Нам, короче, мышление надо качнуть. И ты даже не наелся при этом. Или он старый что-то доедал? Может, у него в багаже была еда? Воображение. Да, вот мышление у нас. И общение надо. Ну, это параллельно должно качаться. Давайте прогуляем в школу и что-нибудь поделаем. Нет. Мы уже прогуливали в школу. Мы не пойдём. Классно они готовятся к занятию по карточкам. А то карточки, это же вы знаете, такое дело. Это никогда не угадаешь. Что это самое? Так, он, конечно, опять хочет есть. Но давайте мы позанимаемся всё-таки с мамой. Карточками. Сначала еда, потом... Всё остальное. Так, ты идёшь? Да, всё. Иди сюда. И занимайся с ребёнком. Опять? Ага. Так. Давайте только переоделимся. Я понимаю, что, конечно, халат наше всё. Учить про животных? Прикольно. Давайте поучим, потом дидактические карточки. Так, только это не здесь. Это вот здесь, наверное. Я должна быть... А, это и есть про животных. Отлично. Это и есть дидактические карточки внезапно. Вот этот поворот. Смотри, это лошадка. Это коровка. Коровка. А что у него там нарисовано будет? Дайте-ка. Ой, действительно животные. Прикольно. Сова, крабик. Да. Это стул на нём сидят. Действительно. Если на формах там всякие циферки написаны, то здесь вот. Пожалуйста. Причём... Так. Вот с последними двумя дополнениями какая-то странная штука с камерой на тубуляции. Она размывается почему-то. Я не понимаю, в чём причина. Так, вы видите, вот это размытие странное. И оно какое-то вообще непонятное. Это вот когда джунгли выгрузили, вот после этого, короче, такая ерунда стала. Нет, это не то животное. Ну, меня так бесит. Кошка такая... Не, а что за размытие? Я не хочу размытие. А без табуляции смотреть неудобно. Кошка такая... Они на перегонке отгадывают. Предложение о выкупе. Акира получает предложение о выкупе... О покупке его суперлёгкой колонки от компании конкурентов. Акира может продать продукты, взять наличные или оставить продукты, надеяться, что он станет успешным. Я думаю, мы оставим продукт. Что ж, надо было раньше думать. Ещё один конкурент анонсирует суперлёгкую колонку, Акира теряет все предложения. Что ещё хуже, его колонка окажется на рынке намного позже колонки соперника. Но ничего страшного. Я думаю, что в таких случаях, знаете, лучше всегда патент оставлять себе, потому что, как бы, если будет наоборот, будет очень обидно. Что, второй код тоже подойдёт? Они будут вместе тут отгадывать карточки. Семейная идиллия. Кошки и карточки. Пусть Кокопа рисует. А, мы хотели, как он играет в планшет. Сейчас попробуем. Сейчас карточками занимается. Шалость удалась? Да, да, да. Шалость удалась. Удалась шалость. Так, давайте-ка мы возьмём мольберт. Сейчас мы организуем. Это у меня же очень долго просят это сделать. Где у тебя мольберт был? Вот он мольберт. Сейчас мы организуем шалость. Так, значит, ты... Ты, садись, играй. Ну, или... Не, давай-ка ты будешь... В симформы... Играть. Только ты недалеко. Садись где-нибудь. Тут рядом садись. Раз. Так, отлично. А ты рисовать по фотографии. Средняя картина. Ещё из кота можем заснять сейчас вместе? У нас, по-моему, с Шерри похожая была... Фотка, точнее. Только не картина, а фотка. Ну, типа того. Мне нравится, что кошки реально с ними как-то тусуются. Так, забавно. Кошка вовремя тоже учится. Да-да, видите, тоже. И всё, и ушёл. А, ну правильно, лужа же. Надо полакать из лужи. Точно, лужа. Кошки мимо лужи пройти не могут. Вот это... А ещё в лужи поиграть. Вот вообще класс. Опять пиксели. Это качество от игры сейчас плохое. Классно. В лужи прыгать вообще крутяк. Да-да. Кроватка удобнее. Карточки это как билеты на экзамене? Ну, типа того, да. Класс. Так, давайте помотаем чуть-чуть. Пока они тут занимаются всё. Почему у меня первый стрим так сильно тормозит? Ни разу такого не было. Я не знаю, ребят. Потом понаблюдайте. Как бы, может, на следующих стримах. Поздравляем, Коко заканчивает рисовать. Шедевр. Шедевр. Шедевр с ребёнком. 7700. Ну почему, почему 7700? А, обидно. Ну, в смысле, мы же не будем это продавать. Как мы столько хотели нарисовать. Вот. Шедевр. Так, вот над горшком шедевр. Печалька. Интересно, она боковую стену. Да. Давайте поменяем местами. Короче, шедевр, который мы не продадим. Обидно. Вот так. Всё. Унесите обратно на балкон. Нарисовали. Молодец. Давай ты у меня пойдёшь караоке покачаешь. Мы с тобой уже сто пятьсот лет не качали караоке. Давай-ка вот, вперёд. Петь в одиночку. Рок. Ночи напролёт. Мы такое пели раньше? Нет, я не помню. Он тут один неплохо, походу, качает. Свои навыки. Мышлением. Ображением. Еды он опять хочет. Ах. Вот, наверное, наоборот поставить эту штуку. Сердечки-то. Сердечки. Красивой. Экспозиция Юкито и Юка играет в пони фирму, да. Рамку сейчас вставлю в картину. Да, такую песню она раньше точно не пела. Что там за подозрительные тени? Выстави ему и просто еду из холодильника на пол. Да, я так делала. Я уже не один раз. Поговорить. Но что-то как-то это совсем уже. Дать еду. Он уже домик поломал, потому что мы его не кормим. Вот так вот. Он уже дом поломал, пока мы его не кормим. Похоже, Шерри плохо считает. Она знает только цифру 5. Молодец. Да ладно. Пятерошница. И у нее тут целый букет эмоций за сегодня. Шалость удалась в 3 часа уверенной. Дальше. Неудачный день в школе. У всех бывают неудачные дни в школе. 8 часов в грусти. Апчо. Качущая записка. Лучший способ защитить себя от хулиганов. Это перехитрить их. И все еще неловкое замечание. Слушайте, она прям такая. Вот это у меня прям это самое. Вот этот день в школе был полный эмоций. И она хочет кушать, да? Нет, она хочет убрать и помыть. Ну иди, убери и помой. Не знаю, может Рету позвать. Поделиться с ним о жизни. Рассказать, как все плохо. Давайте только душ примем. Пожалуемся на нашу жестянку. Поговори с ним. Хватит эти лужи протирать. Все равно мы можем отобрать у него еду и это самое. Давайте мы что-нибудь ему отчитать из-за непослушания. Он не слушался когда-то у нас в последнее время. Я уже не помню. Кричать. Серьезно все. Кричать-то у него зачем? Грустные. Бедные куклы. Кто-то сломал кукольный домик. Какой ужас. Кто бы это мог быть? Шерри, ты не знаешь, кто сломал кукольный домик, а? Вот я даже не знаю, кто это наш кукольный домик сломал. В самом деле. Какая такая плохая... Так, я хотела развернуть эту штуку. Она как-то... Совсем на проходе. Ну, значит, так будет стоить. Разойдутся как-нибудь. Звони своему напарнику криминальному. Ну что, пойдете вниз погуляйте, а? Точно. КТ смотрит у окна-то. Скоро придет он. Что это за тени странные? Так, отлично. Он тоже злой. Вот это я понимаю. Ох. Так. Добавить группу. Я предлагаю вам пойти вниз. Что тут у нас внизу есть? Мы еще тут внизу ни разу не гуляли с вами. Я думаю, надо разведать обстановку. Заказать еду. Нет, давайте вы пойдете сюда вместе. Вот. Кот тут задвигает мелко. Короче. Чтоб все съел, понял? Что за день Якира возвращается с работы, заработав 2000? Так, ну, короче, пускай они занимаются тут. А, ему, кстати, надо помогать с домашкой. Да? Три раза. Пусть ребенок получит пятерку в школе. Ну, Шерри получила пятерку. Почему тебе не засчиталось? Интересно. Читать книгу он хочет. Купить аппарат для пускания пузырей он хочет. Много хочешь. Мм. Кстати, Шерри. Он уже там? Быстро он. Хм. Он хочет попробовать успокоиться? Давайте мы с ним начнем взаимодействовать, чтобы он не уходил. Пробовать успокоиться к зеркалу. Какие-то симы ходят. А, Вера. Тоже такое что-то я не помню. Городской антибаскреп. Но, судя по всему, у нас такой есть. Чего они все в гавайских рубашках ходят? Ты бегишь с ним говорить? Нет, не бегишь. Это у них фирменное приветствие криминальных напарников? Планировать продать ответы на тест. Да-да, в прошлый раз прокатило. Давай еще раз. Попробовать успокоить. Короче, это был протест. Да-да, успокоишь его. Очень нервный ребенок. Не, вроде успокоился. Внезапно он вроде успокоился. Жаловаться на родителей. Смеяться над настроением. Это что за... Евгений Богданов. Вот понагенерились тут, а. Прям ащ, ащ, ащ. Нейтральный. Шутки и забавы проходят. Что, может на шутки и забавы сгонять, что ли? Интересно, Акири за дитё, принёсшее петь, жизненная цель зачтётся. Вот мне интересно, да, не зачлось. Она принесла пять, но ему почему-то не засчиталось. Увы, я не знаю, может быть... Чтобы получать в школе хорошие отменки, делайте домашнюю работу и выполняйте требования о повышении уровня. Также на занятиях в школе помогает внимательность. Не знаю, что делать, как быть. Познакомиться ей надо. Ей надо познакомиться. Какие-то всё стрёмные. Я предлагаю... Давайте, дети. Давайте они отправятся на фестиваль. Вот именно они вдвоём. Потому что старшие-то у нас уже были. Давайте ещё возьмём с собой кого-нибудь из новых друзей. Кто у нас там? А, вот, клуб. А давайте всех возьмём. Пойдём. Разморошим этот. Гавайская рубашка и корона идеальна. А домашнее задание? А, чё, это домашнее задание? Не, ну она сделает потом, я думаю. Дома. Она быстро сделает у нас, у нас пятёршница. Коко хорошо поёт, по крайней мере, лучше, чем я. М-м-м, да. Там сим такой. Сейчас мы, короче, числом возьмём. Что, с нами кто-нибудь пойдёт? Да, у нас... Так, где это у нас проходит? Вот тут это у нас проходит. Да? Да. Интересно, как эту песню озвучивали. То, что они поют, по идее, рендерится прямо в игре. То есть, у симов есть определённая тональность голоса, которую мы настраиваем при создании сима. И, скорее всего, вот эти песни, они у каждого персонажа звучат по-своему. Причём, зависят ещё от уровня навыка. То есть, когда сим поёт плохо, то навык у него, соответственно, ну такой. Вот. Класс. У них что, ещё и собрание клуба началось при этом? Они сейчас все побегут рисовать. Давайте присадимся к шапнякам вместе. Не бегите рисовать в творческий центр. Я знаю, вас сейчас понесут калушевать, что называется. Что-то грустный у нас новый товарищ. Что это? Ничего себе. Я думала, НЛО. Кто там неуклюжий такой? Стаканы ранил. Походу, дети пить ещё не умеют. От слова совсем. Всё-таки хоп-хоп за стойку. Ну, у них, кстати, есть действие быть дружелюбными. Так, ты его знаешь, Шер? Ну да, ты его знаешь. У Саи, как прошёл день, нужно. Ну что, будем... С кем у нас побольше отношения? С ней, наверное, или нет? Или с Саей? Да, со всеми как-то. Надо с кем-то задружиться. Задружиться надо. Потому что просто знакомство, походу... Хотя, вот, давайте попробуем с Тёжникой. Всё за игрушка. Это использованы? Переперк, волчок. Не, это реально надо, походу, именно не просто подружиться, а... В смысле, познакомиться, а ещё и подружиться. Ну, давайте вот с грустным нашим товарищем новым подружимся. Всё, отстанет тётя. Я хочу в волчок. Почему я не могу его активировать? Пусть не Георгий, то хорошо. Я уже испугалась. Команды пока наравне. Куда он пошёл? Смотреть эти самые? Сейчас купит каких-нибудь фейерверков и всем под ноги будет закидывать. Знаю таких. Так, давай-ка выполнять фестивальные действия. Что-то как-то у неё мало фестивальных действий. Я вижу. Что-то я их вообще точнее не вижу. Так, подождите-ка. Вот. Это мы уже делали. Рёта, ты там аккуратней. Тут вводится. Некоторые. Обсуждать жареный сыр. Я понимаю. О, волчок. А почему мы не могли зажечь? Потому что мы дети. Это дискриминация по признаку детей? Сейчас Рёта начнёт ревновать и это самое. Дочь ся в отца. Да это точно. Ты там вкусняшку принёс или только себе? Только себе взял. Рёточ бдит. Нам с ним задорожиться надо, если что? Чтобы выполнить жизненную цель. Это наша лошадь? Или нет? Не, ну правда, что такое? Что вы все наши лошадей разбазариваете? Ужас какой. Приятный разговор у них. Всё, съел. Молодец. Всё, он пошёл. А вы что будете делать? Ты с ним будешь общаться или нет? Не, я пойду в туалет. Иди. Команда жутеньки опережает соперников. Ей. Дети такие... Все кушать идут. Пошла, пошла. Беги быстрее, а не добежишь. Это наша же лошадь или нет? Как вы думаете? Так. Рёта там что-то себе явно насматривает какие-нибудь фейерверки. Чувствую. Ну хоть они не побежали все в эту самую. В творческий центр. То я боялась, что именно так и будет. Да, мы как ребёнок не можем. Они все голодные такие после школы. Короче, мы как дети, наверное, не можем. Этим заниматься. Мальчишки тут слушают. Тома, купи... Ты купи лошадей, купи больше. Спрятать их. Нет, я не покупала новых лошадей, потому что дети их всё равно растаскивают. Я не успеваю за ними следить. А что ты покупаешь такая самостоятельная? Что ты взяла? Брошетки. Ну ты мне прям самостоятельная вне себя. Бедные дети. Вырвали. Так, я ещё надеюсь... Ты самая. Ууу, фейерверки. Что-то я... Раньше, по-моему, такого не было, что тут стоят фейерверки, ими можно пользоваться. Куда вы все? Смотреть на фейерверки? Шерри не выберет, куда ей встать. Смотреть на эти фейерверки. Да, ребят. Мне кажется, им надо было клуб по поеданию еды делать. Классно. Уфернус. Мы во взрывоопасном месте сидим. Мы задружимся сегодня с этим пацаном или нет? Вот. Вот. Вот, видите? Короче, да, надо было не просто познакомиться, надо было именно подружиться с ним, то есть стать друзьями. Да, я правильно понимаю? Да, вот видите, теперь у нас Семен в друзьях самоуверенный и Редуч. Искусствовед. Искусствоведистый. А почему у нас в друзьях двое, а за счетом один. Подружиться с двумя взрослыми. Боже. Какие действия. Или еще более дружелюбными быть. То есть это именно не просто познакомиться, это именно стать друзьяшками. У них прям, смотрите, какое-то клубные посиделки. Прям вообще. Так. Между прочим, нам уже пора закачивать потихоньку. Короче, мы поняли, что нам надо делать со светским львенком. А что у нас, кстати, в собрании клуба? Мм, стойте. Так, дайте-ка. Мы, наверное, можем уже... Топ, нет, это магазин. А, клуб. 122. Мы можем уже купить рукопожатие. Вверх-вниз. Поперек центр. Вперед-назад, вверх-вниз. О, боже мой. Кулачки. Давайте вот это, наверное. Потому что... Место мы пока... Мы, конечно, возьмем, но попозже. Короче, вот это хочу. А, у нас больше 100. Господи, сколько у нас баллов? 422. То есть мы можем взять и рукопожатие, и место. Да, давайте. Место возьмем. И вот это рукопожатие. Мы сегодня так налялякались, что у нас прям это самое. Так, ну давайте возьмем... Давайте моряко возьмем. У нас с ней уже дружба некоторая прокачена. Вот так. И потом еще пацана какого-нибудь. У, следующий раз. Что, вкусно тебе, брошетки твои? Давай, еда едай. Это лошадь-символ клуба Шерри Радужный Единорог. Точно. Клубы по еданию еды Югита организуют, когда вырастет. Точняк. Пока я последние 5 минут посмотрю на Ютубе, тормозит. Пока. Дочь вся в отце. Да они тут все, все сжрут и это самое. Прям. Так, когда у нас заканчивается конкурс ваш? 23 или нет? Я же хочу еще выиграть. Наверное. По-моему, до 23 фестиваля, если не ошибаюсь. Так, ну мы на 2-3 минутки задержимся. Вы же не переживайте по этому поводу. Просто если мы выиграем, то это было бы неплохо. Рёта, хватит есть. Хватит есть, говорю. Точно, им надо добавить еще поедание. Нет, тогда они из нашего холодильника будут есть. Нам надо еще с кем-нибудь подружиться. Вообще, она хочет рассказать анекдот. Не так. О, все. Ура. Выигрывает команда шутники. Получаете микрофон, фейерверки и 500 символионов. Еееей. На этом мы, пожалуй, закончим. На этой положительной ноте. Пусть пока домашку быстренько сделает. А, все уже. Уже все. Уже не успели. Домашку дай я сейчас сделаю дома. Еееей, фейерверки. Мы не совсем это самое безнадежное. Потому что, понимаете, ребенок сам 500 символионов заработал. Все, пошли по домам. Тебе еще домашку сделать. Все, закончат собрание. Детям тоже домой всем надо. Тут такая умная. Все, давайте сменим контроль на Акипо. Акипо. Красота. Да, очень красиво. Сейчас мы быстренько домашку сделаем. Акира нам поможет. Я надеюсь, если он еще не спит. Из-за этого мы закончим. Короче, в следующий раз нам, по идее, Юкито надо все еще качать. Я пока никого взрослеть не буду. И в комментариях, наверное, под записью напишите, что вы думаете. Уже на весну менять? Ну, там, точнее, лето будет. Там не весна. Там уже полностью лето. Или еще недельку-две подождать? Я пока даже не знаю. Они тут опять серенады поют. Хватит петь серенаду. Так, давай быстренько. Быстро. Просто в темпе вальса домашку. А ты пойдешь помогать. Помочь с домашним заданием. Все, отставить. Отставить. Фу. Быстро помог домашку сделать человеку. Никита все еще грустный из-за кукольного домика. Классно. Хорошо погуляла, короче. Так, давайте мы это ускорим чуть-чуть. Кто шляется так по... Все? Серьезно? Это было быстрое домашнее задание выполнено. Шерри совершает домашнее задание на сегодня. И у Акиры это, да, засчиталось одно из трех. Вот с пятеркой пока не засчиталось. Все, забирать тратку. Клади, в сумму. В инвентарь. Она такая, что-то я устала, что-то такая нагулялась. Короче. Пишите в комментариях по поводу убирания зимнего мода. И по поводу, что вы дальше хотите посмотреть. Может, вы меня натолкнете на какую-то интересную мысль? Может быть, пишите. Мы еще в бассейне ни разу не плавали. Сохранись. Да, сохранилась. Все, короче, следующий стрим у нас в среду в 8 вечера будем рисовать девочкам подарочки к 7-8 марта. Вот, а потом Legends of Equestria. Большое спасибо, что приходили. Отдельное большое спасибо ребятам, которые донатили. Это Эдель и Sweetie Spirit. И тогда до встречи на следующем стриме. С вами была Тома. Пока. Приятного аппетита и спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok